Девочка-пай 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 и встретилась с очень хорошими потенциальными партнерами, людьми бизнеса. У меня были такие моменты, например, у меня есть встреча с группой телевизионной, а не в Дубае, только из этих регионов Блиска. И я была с коллегой, который для меня работал. И они на каждое, даже мои вопросы, как я задавала, никогда не смотрели на меня, потому что всегда ему ответили, поэтому было достаточно интересное это переживание. Но это не очень часто. Это очень специфичное для этого региону. Я думаю, что немного пресилизгнули мы по тем темам, связанным с тем, что новое и с тем, что принесла, что принесла, что принесла интернет. Вы сказали что-то очень интересное, именно то, что мы в этой ситуации, мы сейчас общаемся, смотря на телевизию, и что есть возможность контактировать и предлагать программы другим людям, иногда даже не знакомым людям. Поэтому мне кажется, что это эволюция, или такая успешная эволюция, и что функция телевизора в доме изменится. Я думаю, что сейчас действительно мы в моменте преселомом. Не знаю, что до конца мы сделаем, что это принесет так до конца, и как это все будет выглядеть в будущем. И я думаю, что это еще немного вопрос. Но на самом деле, что видно, даже если мы говорим о моменте преселомом, то мимо всего то, что видно, что люди хотят смотреть добрый программ. Люди хотят смотреть добрый программ, профессиональный программ. И это очень мощно в эту сторону преселит. В связи с тем, что те, которые действительно продуктуют хорошие, добрые, и которыми люди могут быть интересованы, то без взгляда на то, через какую форму это смотрят, или через телевизорную или ВОД, или как бы мы это назвали, то где-то они где-то там этого не исключат. В нашем случае мы в основном мы в основном мы в основном большинстве нашей bibliотеки. Мы большинство производителей нефабулализованных, или документальных в языке в полном случае лучше. Вдажем на это 1,5 миллиарда долларов в год. И действительно мы видим, что есть интересование и сейчас где-то на конце я думаю, что в этой количестве разных метод в дистрибукции этот контент будет важнейший. Контент это кинга. Контент это кинга. Как тебе кажется, что эта традиционная телевизия с таким огромным экраном еще имеет шансы? Другой. Я думаю, что так. Я абсолютно уверена, что телевизор имеет много разных 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 людей. И как такая она имеет место. И на разе, как я вспоминала, не имеет нижайных что спадает час наблюдения телевизии. Или что смеется. Того не нет. Я думаю, что телевизор немного это может быть может быть может быть разом, что это это социальными это очень важный экран. Те телевизоры большие, огромные экраны. также важная. И есть таким медиум ленивым. Так. И видим это также, что потребуется немного ленивства, не всегда такой проактивности в выбор. Но я думаю, что будет это выглядит. То, что я смотрю много через ВОД, в целом телевизор в ВОД, в ГОНО Я хочу еще одну вещь запytać, потому что трудно, чтобы меня спрашивал о последние 12 лет лет моего жизни. Визеринок полки на свете, ты можешь этот досконал взгляд. Как бы ты говорила, какой есть этот визеринок? Я думаю, что визеринок полки визеринок очень хороший. Визеринок полки визеринок, как очень прежная. Какой рынок, который очень хорошо развивается, который имеет хороших специалистов, который есть из этих рынков, скажем так, новых, которые в определенный способ для Европы Заходной. Это очень удобный рынок. Визеринок очень стабильный. Факт, что мы можем посчетить себя тем, что в сумме не имеем большого крыша, так на правде, в Польше. Это несущный рынок. То есть, что этот рынок все время стабильнее развивается. Штатные менеджеры. Я считаю, что я никогда не встречала с чем-то таким, чтобы Польша была плохой визеринок. 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 Визериноков. Омен готов gratивин School Justice в checked the Press wrap на verge. То есть такой olması, что рынок очень лучше. Скоро沒有 внимания. Визеринок. Визеринок. Визитутức проведение. Визитута Сиземерт к наблюд Persianетам. Женицам и субтитров А.Егорь Ped cima. Редактор субтитров А.Егорова